Всем привет, приветствую на канале. Сегодня зашел под видео, о котором мы разговаривали по поводу масла, которое стоит заливать в мотор М57 BMW. В комментариях под этим видео я нашел достаточно много ваших сообщений касательно того, какое масло заливаете вы. Сразу хочу вам сказать спасибо большое за комментарии. Я думаю, эта информация будет полезна нашим подписчикам и зрителям канала, поскольку это тот вопрос, который всегда интересует владельцев BMW. Исходя из комментариев, можно сделать вывод, что очень большое количество людей пользуется маслом, таким как Liqui Moly, на втором месте у нас Motul и на третьем месте у нас BMW Original Twin Power Turbo. Впечатлила информация от подписчика. У него автомобиль по спидометру с пробегом 817 тысяч километров. Вот сообщение этого человека. Почему удивило? Потому что большинство пробегей в районе 200-300 тысяч. Заливал все это время он Twin Power Turbo. Оригинальное масло BMW 5W40. Интервал замены 10 тысяч километров. Надеюсь, ваш автомобиль будет служить вам и дальше верой и правдой. Также в комментариях я нашел еще несколько сообщений по поводу отметок на щупе. Кто-то пишет, что от минимума до максимума ровно 1 литр, а кто-то пишет, что у него от минимума до максимума ровно 2 литра. Напишите в комментариях, у кого сколько, потому что у меня на моем моторе ровно 1 литр. Еще один вопрос, который мы не раскрыли в предыдущем видео, это касательно допусков, которые стоит заливать в эти двигателя. LL-01 либо LL-04. Смотрите, если у нас есть сажевый фильтр ДПФ, то обязательно мы заливаем LL-04. Если же у нас нет фильтра ДПФ, то не обязательно заливать 0-4, можно заливать 0-1 допуск. LL-01 заливать в автомобиле, в которых есть сажевый фильтр ДПФ нельзя, а LL-04 можно заливать как с ДПФ, так и без ДПФ. LL-01 у нас идет как полнозольное масло и LL-04 у нас идет как среднезольное масло. Полнозольное масло, такое как LL-01, маркируется как А1Б1, А3Б3, А3Б4, А5Б5. Такие масла могут отрицательно оказывать влияние на фильтр ДПФ. Хочу добавить, что ДПФ это у нас часть системы дожига выхлопных газов и ГР. Зольность полнозольных масел составляет 1,1% от общей массы. Такие жидкости не рекомендуются использовать в моторах, в которых есть экологическая система Евро-4, Евро-5 и Евро-6. Касательно среднезольного масла LL-04, используется в моторах оборудованных турбонаддувом, таких как у нас М57 мотор. Зольность среднезольных масел 0,6-0,9%. Еще раз повторюсь, среднезольное масло, такое как LL-04, предусмотрено для использования в автомобилях с ДПФ. Надеюсь, информация будет полезна зрителям канала. В предыдущем видео, в котором я задавал вопрос, какое масло стоит заливать в двигатель BMW, уже насобиралось достаточно много ваших ответов. Ссылочку на это видео я оставлю вот здесь, во всплывающем окне. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, до встречи на канале.